Позвонила мама. У меня вкратце, ребят. Какая-то проблема. Я не знаю. Здрасте. Сожрут. Заранее не платили. Спасибо большое. До свидания. Вообще шикарно. Смели. Ча-ча-ча-ча-ча. Блин. Опа. Умный поймет. Серебро. Стоит. Я не знаю. Сейчас кофе, чай. Это же день. Нет, в тот же магазин. Все нужное. Сейчас самое интересное. Ес. Жор, не пищи пока. Я запишу, потом ты будешь пищать. Хорошо, батик? Батик-батишка. Привет. Привет, ребят. Привет, мои хорошие. Всех очень рад видеть. И сразу хотелось бы сказать, что видео не просто так задержалось, потому что был не самый простой день. Насыщенный. Трудоемкий. Жора. Дубль два. Привет, ребятки. Привет, мои хорошие. Очень и очень рад вас видеть. И сразу хотелось бы пояснить, почему задержалось видео. День выдался насыщенный, трудоемкий. Исходя из этого, большую часть времени провели за какими-то делами, о которых сегодня и расскажем. Но прежде чем приступить к самому главному, давайте вернемся в еще большее прошлое. Ребят, ребят, позвонила мама. Надо пойти ей помочь. Что-то Антоха не побеждает. Полчаса до кормления животных постараюсь успеть. Ну и вам, соответственно, что-то показать хотелось бы. В общем, я вкратце, ребят, выхожу. У матери перестала сливать воду машинка. Антон не найдет, где фильтр почистить. Какая-то сложность почему-то с этим. Сейчас попробуем решить эту проблему. Вот так, грязь. Какая-то проблема. По-моему, это газовый кран. И что-то скворчит. Газом воняет. Праздник к нам приходит. Праздник к нам приходит. В дому красота какая. Красотища. Блин, Антоха спит. Так, а что Антоха тут? Вроде. Попробуй платкоопции что-то оттуда. Рука меняет. Ну там, возможно, что-то попало и мешает открутиться. Котел херачит. Классно, что поменяли. Красота. Там, может, копейка что-то попало и упирается. Ну понял ты на излом. Попробуй туда-сюда Антоха прокрутить. Пошло отлично. А то я сразу туда, где ты открутишь. Ооо, а как вы там? Не, ну тут же прям специальная штука. Ооо, а я не наш. Ну что-то прям конкретно мешало, раз она меня отручилась. И что-то такого есть интересного. Ну в принципе мешало вот это все по-любому. Ну чистить надо или помыть. А потом там пальцами... Крути пальцами, крыльчатка крутится, нет? Какая крыльчатка? Дальше до конца засовывай. Крутится. Ну не стопорится. Наоборот сделай. Сделай не скажи. Там много чего, я не знаю. Ну понятно, без машинки конечно тяжело. Ну все тогда, до свидания. Не за что, счастливо. Теперь, ребятки, когда глубокое прошлое мы посмотрели. Поняли всю хронологию событий. Надо пояснить о том, что произошло вообще с сеном. Дело в том, что я покормил животных. Я хотел попить кофе. Только поставил чайник. Звонок от доставщика. Я уже на месте жду. Я в легкой прострации. Ну как бы такой договоренности не было. Просто договаривались с утра созвониться. И решить, поедем за сеном, не поедем. Свободен он, не свободен. Утро началось со звонка доставщика. Он, как оказалось, уже нас ждет на этой базе к 8. Хотя вроде ориентировочно. Договаривались по звонку. Созвонимся и решим. Может завтра попробуем с утра. Ориентировочно на утро, на завтра. Ехать не ехать. Раз он уже там, вообще все хорошо. Выезжаем. Загружаемся. Но опять же, если все хорошо. Но как-то утро вот так вот сумбурно начинается. Надеюсь, все будет хорошо. Сказал залезет. Шире гораздо. Должно залезть. Пошли, сейчас договоримся, чтобы машину вызвали. Влезет, не влезет. Два больших. Ну должно вроде. Спрашивай. Здрасте. Нам два больших. Но опять же, влезут, не влезут. Сейчас погрузчик есть у вас. Да, да, да. И мы заплатим. Ну скажите, чтобы подъехал тогда погрузчик. Луговое. Большое. Большое. Понятно. Нам не до этого, не до свидания. Да, да, да. Нам бы сегодня влезло и забрать бы. И забыть. Да, и забыть. Потому и осталось лежать, что к нему не подъедешь. Когда вот это все разгребется, его можно будет взять. Ой, да ладно, изберем какие берутся. Сожрут. Ну вот этот он сможет взять? Думаю, да. Ну сейчас спросим опять же. Это не ко мне вопрос. Этот хороший, да. Ребятки, ну а тут случилась еще одна интересная ситуация. Мы попали на предновогодние скидки. И тюк, который мы собирались брать за 2000 рублей, стал стоить 1800. Исходя из такой уникальной возможности, решили брать не два, а три тюка. И нас здорово выручил доставщик дядя Витя, который дал нам недостающую сумму во временное пользование. И поэтому мы взяли несколько больше, чем изначально подразумевалось. Что еще один и половинка влезет. Оно еще и закроется. Нифига. Заранее не платили, не знали 2 тюка влезет или 3, но в итоге решили взять 3. Соответственно Ира платит. Спасибо большое, до свидания. Поехали. Ну все. Теперь это минимум тюк на месяц. Грубо говоря, на три месяца. Ну в принципе как раз до утепеля или когда тепла должны продержаться. А там уже похер. Ну три месяца, я же говорю. Вообще шикарно. Как хорошо, это знаешь, это как в какой-то февраль. Ну самую садницу должны пережить. Конечно. Ушел. Ну да. Мы дома. Все, сейчас будем выедать сено. Мы над этажами. Меня опьянила луна. Мы просто пчелы. Мы просто пчелы. Мы просто пчелы. Нам все готовы. Вам, вам спасибо. Притом третью катерину нам хватит. У-ху. Спасибо Витёк большое. Если есть нечего самим. Запарили. Просто в кучку его Иры сейчас отдадим кроликам. Бабка уже идет. Как раз то, что рассыпалось. Смели. Кролики наши поедят. Всем счастья. Теперь самая большая проблема, ребят, как это перевести, перенести в сенник Ну, в принципе, сено уже здесь, это уже другое дело, как перенести Возможно, тяжело, возможно, неуютно будет, но возможно Теперь предстоит самое сложное, ну, не знаю, каким-либо из путей Надо переместить это сено в наш сенник, хотя бы большую часть Но проблема, ребятки, вот в чем У нас вот здесь проход, и сквозь этот проход рулон не прокатается Во всяком случае большой, а именно тот, который купили мы Ну, чтобы побольше, повеселее, соответственно Исходя из этого, ребят, будем сейчас частично разматывать рулон Часть переносить вручную в сенник А оставшийся небольшой вот этот рулончик уже накатиком перемещать в сенник Я не знаю, что из этого получится, получится ли, но других вариантов, в принципе, нет Ча-ча-ча-ча-ча-ча Я не знаю, что из этого получится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорога, снег, луна, дальность, я туман, ты и тайна, все фатально, встречка, давай детально, заправка, два кофе, парламент, лайс, красный дань, гром, дождь, аквариум, гарантии, злость, акваминерали, валют, город, крабер, помехи, четвертый трек, эндлёд, тепло, груз, крек, спидометр за стол, будь со штука. Блин, я думал, ребят, сейчас чуть-чуть размотаю, чтоб тюк проходил в этот проём, а потом, потом уже узенький этот тюк перекочу, сразу кучкой туда, в сенник, но, я пытаюсь его трогать, он разваливается на руках, похоже, весь его придётся переносить именно теми самыми вилами, как я делал это ранее. Была мысль его опять обвязать, но что-то есть определённые сомнения на этот счёт, получится ли. Сейчас, сейчас вот это переношу, что вокруг тюка уже обвалилась, образовалась, это ещё пару раз перевяжу и попробую перекатить. Определённые сомнения на этот повод, счёт есть, получится ли, ну, выбор невелик. Сено надо сегодня по-любому перенести в сенник, спрятать, не дай бог, какие-то осадки и это будет всё. Связал, ребят, в трёх местах верёвкой, чтоб тюк не развалился, но, во всяком случае, было максимально крепко, дать какой-то шанс хотя бы, ну, сейчас попробуем, что из этого получится. Как и предполагалось, начинает разваливаться. Там в самом низу было неудобно схватить, соответственно, он стоял, там закопан в сене. Сейчас попробуем перехватить, теперь уже вверх, когда перевернул. Поехали за стеклом, но злые морозы, хожу в эти двери, словно в сад июльских цветов, я их так хочу забереть стеклом. Короче, ребят, подумал, буду катить, что-то растеряю, что-то обсыпется, но что-то я обязательно докачу. Разваливается окаянный, но пока не рассыпался полностью, есть шанс катить. Даже если отсюда вилами, уже будет несколько проще. Тюки не так набиты, как бы хотелось, говорили 330 килограмм в этом тюке, большие сомнения, но уже что взяли. В принципе, вот пол тюка насыпом, ну, в принципе, неплохо, плюс ещё пол тюка здесь и рассыпано по территории двора. Ну, два тюка или второй тюк залезет по-любому, сейчас насыпом здесь рассыпью, второй, ну, как минимум, станет здесь. Встретим, надо будет посмотреть, что-то придумывать, решать, посмотрим. Убираем. Так летала я, прилетала. Собакам раздоль, они вообще тащатся в сене, копошиться, особенно если сена свежая, ещё не помеченная ими, кайфуют. Сегодня собачата, блин, кайфуют. Самое главное, хотелось бы пояснить, озвучить, дядь Миша, которому не влезло сено, ну, в предыдущий раз даже не взял с нас денег. То есть, настолько человек, ну, как бы, воспитанный, хороший, правильный, мы настаивали хотя бы частично взять оплату, всё равно человек ехал, но категорично отказался. Потому что этот тюк, он не влез, как бы перевозки не было совершено. Наверное, немного неправильно, но что тут сказать, дядь Миша, красавчик однозначно. Теперь, теперь, как вы понимаете, процедура повторяется, первый тюк уже переместился в сенек. Ещё два, опять разрезаем, частично раскутываем, переносим, остаток перекатываем в сенек. Смысла, я думаю, повторять нет. Показываем конечный результат, ну, разве что совсем чуть-чуть покажем. Возможно, со вторым тюком будут какие-то индивидуальные трудности. Это про то, что мы ничего не делаем, это про то, откуда берётся, в принципе, весь бардак. Все ответы сокрыты или наоборот, вылезли наружу именно в этом моменте, сиюминутном. Я думаю, умный поймёт, глупый осудит. Ну, а как тут, блин, по-другому? Прибавляется сено, мать его, что не сказано, радует. Ты уже посылку забрала, надо было плюшки купить заодно, но потом, тогда, может вечером, на послезавтра мне. Пыль с сена, лазит же, прям сено втыкается. Вычихивай, вычихивай сено, напрягись. Пошли посмотрим, это Иришке подарок пришёл, на день рождения, я так понимаю, уже. Ну, чуть раньше пришёл, короче. Да, да, он должен был жор. Для себя ничего съедобного нету. Это ты так думаешь, да, Желочка? Нет. Ну да, тут всё цивильно, Пандора, мешочек для хранения. Ювелирное украшение, ребят, я так понимаю, правильно? Да, вот он, паспорт. Салфетка, паспорт, пакет подарочный. Это подарочный пакет. Это браслет на руку. Серебро? Да. Ну, прикольно. Я так понимаю, он тянется, как-то что-то маленькое? Нет, он не тянется. Растёгивается? Он просто растёгивается. Жестковатый чуть-чуть. На него же это самое, на него же надеваются эти... Шарики всякие? Да, да, но всякие шармики, то есть, на круглые шарики. Можно пополнять по своему желанию? Да, по своему желанию, то есть. Очень красиво, очень красиво. Красиво. Вадим. Красиво. Вроде... Стоит. Сейчас туда в щёлки, в дырочки, вверх максимально закидываем, а что осталось накрываем. Ну, последний тюк. Продолжение следует... Я не знаю, не знаю, сколько прошло времени, но усталость уже сковывает мои чресла, правильно говорю? Чресло это чуть-чуть другое, но хотел по-умному, оно же как всегда. В принципе, ребята, остался последний тюк, и то не полностью, частично его уже расколотили, весь не влезет, но стараемся засунуть его туда по максимуму, чтобы как можно меньше накрывать. Музыка Вот это мы сегодня привезли сено, никогда столько не было, ну на мой взгляд, поправьте, ребята, если ошибаюсь. Все, все, ребятки, сейчас кофе, чай. Ну да, дешево и середине. По-хорошему, знаешь, если вообще, ну бедные нищие, можно было прям весь теник обтянуть ей, и в принципе, ничего страшного, можно было бы пережить. А там надо низ пробить, я просто не пробивал, что Жора ходит нам, чтобы ему дискомфорт не доставлять. Я понял. Ребят, ребят, сейчас, ну чай попьем, съездим за целлофаном, вот это надо укутать, потому что дождь по-любому или снег будет, и в принципе, только тогда, на сегодня все. Так, так, ребят, я перекинулся, надо поехать за пленкой, не дай бог, дождь в ночь пойдет, а у нас, а у нас открытая стена. Сейчас сажусь в автомобиле и лечу за целлофаном. Кровь из носа надо спрятать, не дай бог пропадет, это же деньги, это корма, зачем? Блин, Витёк грёб, тут еле выехал. Приехал, ребят, в тот же магазин, как и всегда. Сейчас узнаем, почем целлофан, если недорого возьмем больше, если дорого меньше. Главное спасти наше сено. Взял пленку по 25 рублей, полтора метра ширина, двойная. Взял 4 метра, по 25 рублей, чего не брать. Сейчас вот только думаю, может надо было брать такую же, но черную, чтобы не просвечивалась, не выгорала сено. Всего лишь на 5 рублей дороже, по 30 рублей метр. Но уже, как говорится, что взял, попробуем как можно быстрее израсходовать это сено. Ребят, ребят, я дома. Сейчас решим эту маленькую миссию, запрячем сено и в принципе на сегодня моя миссия закончена. Время уже вон оно сколько. Закрутились, забегались, все вроде в тему, все нужное. Видео сегодня, соответственно, не будет, увидите его завтра. Ир, пошли поможешь. Сейчас надо распустить, чтобы в один слой и закутать сено. Протупил, надо было черную брать, через эту выгорать будет, но солнца как такового нет. Цена на 5 рублей дешевле позарился. Немного теплее за стеклом, но злые морозы. Вхожу в эти двери, словно в сах ющих цветов. Я их так хочу согреть теплом. О, белые розы. О, у всех на глазах. Я целовать и гладить готова. Сейчас ветер, ветер какой-нибудь. У нас такое бывает. Ну, ветра в смысле. Всё. Во. Ребят, сейчас самое интересное. У нас же сенник набить до потолка. По идее лампочка теряется где-то в синей субстанции. В сенной субстанции, да. Сейчас попробуем посмотреть, как это светится. Но если что, у нас сейчас на улице есть свет, оттуда будет падать. Сено без проблем должен набрать для того, чтобы покормить наших животных. Ох, давно я ночью не снимал. В тёмное время суток. Тут бы до кнопки долезть. О, нормально. Светит. И сейчас покажу, как у меня теперь у крольчатников. Ребят, ну это прям надо было сделать давно. Гляньте, какая красота. Иначе тут была темень тёмная. А сейчас, сейчас я даже вижу их лица. Ну, основательно проголодавшиеся. Уже сейчас покормим. Ес! Красавчики! И пусть звучат они все одинаково. И пусть подарили им не талантливо. Но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платье. Редактор субтитров А.Семкин